Если вы еще не ознакомились с каналом обзоров товаров из Китая, то очень рекомендую вам сделать это. Здесь много интересных и полезных обзоров товаров радиолюбительской тематики и не только. А скоро будут или возможно уже есть обзоры товаров по Ардуино. Советую всем подписаться, ссылка на канал будет на экране и в описании. Всем привет дорогие друзья, и сегодня я хочу вам рассказать о 10 товарах из Китая, которые могут пригодиться вам для создания ваших проектов под Ардуино. Вы наверное соскучились уже по урокам Ардуино, и думаю следующий урок выйдет уже очень скоро. А пока давайте разберемся, что нам понадобится для проектов. Итак, первым товаром у нас сегодня будет, конечно же, плата Ардуино Уно. Это можно сказать сервис любого проекта, созданного под Ардуино. Плата Ардуино Уно самая популярная плата из линейки плата Ардуино, и о ней уже было много сказано на моем канале, можете посмотреть прошлые выпуски. Тут только скажу, что она позволяет практически любому человеку, непрофессионалу электронщику, создавать роботы, всякие автоматизированные системы управления, работы с множественными датчиками. Ардуино вообще уникальная вещь, поэтому обязательно приобретайте. Я нашел на Алиэкспрессе, наверное, самый дешевый и качественный клон Ардуино Уно за 270 рублей, плюс там идет USB кабель для программирования и так называемая 40 ножка, которая тоже пригодится в проектах. Ссылки на все сегодняшние товары я оставлю в описании. Вторым сегодняшним товаром у нас будет комплект для создания передвижного робота, который, конечно, может работать под Ардуино. Вообще, конечно, создание робота на колесах это очень интересная тема, и мы ее, конечно, рассмотрим в выпусках про Ардуино. Поэтому советую потихоньку приобретать комплектующие для создания робота. Это такой самый стандартный наборчик робота на двух колесиках. Но все дополнительные комплектующие, например, еще два колеса, моторчики к ним и прочее, можно по отдельности в дальнейшем закупать. А вообще, этот робот-машинка может работать и без Ардуино, просто подключив к нему батарей. Ну а подробнее о нем поговорим уже в уроках по Ардуино. Следующим товаром у нас будет не менее ценная вещь при создании проектов. Это макетная плата, или как ее любят сейчас называть, бредборд. Стоит такая платка на Алиэкспрессе чуть больше доллара. Она нам нужна, чтобы создавать различные схемы без пайки, просто втыкая в нее перемычки. Удобная вещь, когда вы создали, например, одну схему, потом захотели создать другую, и просто попереставляли перемычки и элементы на этом бредборде. Этот бредборд содержит 400 ячеек, размер его 8,5 см на 5,5 см. На задней стороне, кстати, этой платки есть двусторонний скотч, чтобы можно было закреплять вашу плату туда, куда вам надо. В общем, бредборды пригодятся всем радиолюбителям и электронщикам. Четвертый товар у нас как раз те перемычки, которые вы будете тыкать в бредборд. 40 штук таких 15 см перемычек стоят всего чуть меньше доллара, а пользу они вам принесут намного больше. По сути, эти перемычки это провода с двусторонним разъемом папа-папа. Или, как пишут на Алиэкспрессе, мужчина к мужчине. Перемычки имеют различные цвета. Они нам пригодятся, например, для подсоединения различных плат расширения, модулей, датчиков к плате Ардуино. Так что без них тоже никак. Далее я хотел бы рассказать вам о таком ультразвуковом датчике для Ардуино. Это ультразвуковой датчик расстояния. Он использует акустическое излучение для определения расстояния до объекта. Этот бесконтактный датчик обеспечивает высокую точность и стабильность измерений. Он может мерить расстояние от 2 см до 400 см. Такой датчик может быть использован, например, в роботизированных устройствах под Ардуино. Например, когда робот движется, датчик постоянно определяет расстояние до ближайшего препятствия. И при определенном расстоянии мы программируем робота на совершение каких-либо действий. В общем, тоже очень интересная вещь. Если вы знаете, как еще можно использовать этот датчик, пишите обязательно в комментарии. Стоит он на Алиэкспрессе всего около доллара. Далее у нас идет еще один датчик для работы с Ардуино, который стоит всего 50 рублей. Это датчик влажности почвы. Это такой простой в устройстве датчик для определения влажности земли, в который он погружен. Он, например, вам позволит узнать о недостаточном или избыточном поливе домашних или садовых растений. Это уже вполне такая практическая, полезная вещь, а не какая-нибудь игрушка. Так что Ардуино вам поможет облегчить жизнь. С этим датчиком мы тоже как-нибудь поработаем. Следующим товаром у нас будет шаговый электродвигатель, который будет использоваться в электронно-механических изделиях под управлением Ардуино. Это такой четырехфазный моторчик, работающий от постоянного напряжения 5 вольт. С ним в комплекте идет модуль, от которого и управляется этот моторчик. Мы с ним обязательно еще будем работать в уроках по Ардуино. Далее у нас идет модуль для записи голоса плюс динамик, которые могут работать под управлением Ардуино. Здесь все просто, жмете красную кнопку записи на модуле и затем кнопкой play воспроизводите через динамик всю записанную информацию. Динамик, кстати, на полвата. С этим модулем тоже как-нибудь поэкспериментирован. Стоит он полтора доллара. Далее у нас идет такой популярный уже на Алиэкспрессе набор из 37 датчиков и модулей для работы с Ардуино. Я уже заказал данный набор и как придет обязательно сделаю на него обзор. Если кратко, то в него входит 37 различных датчиков и модулей, с помощью которых можно сделать интересные и полезные штуки. Стоит он 32 доллара, то есть даже чуть меньше доллара за один датчик. В набор входят датчики давления, датчики температуры, вибрации, движения, датчики огня, дыма. Даже, например, датчик сердцебиения есть. Все это мы рассмотрим и будем использовать позже. А пока советую вам приобрести этот набор, чтобы работать с Ардуино параллельно со мной. Ну и напоследок хочу посоветовать вам набор Ардуино для начинающих, в который входит все самое необходимое для создания первых проектов с Ардуино. Набор стоит 38 долларов на Алиэкспрессе и в нем содержится очень много всего интересного. Во-первых, конечно, плата Ардуино Уно, мотор, сервопривод, различные датчики и модули, радиоэлементы, светодиоды, резисторы, которые нужны для проектов. Перемычки, бредборд, которые мы уже рассматривали сегодня, дисплей, семисегментные индикаторы, пульт дистанционного управления. Все это вы найдете в наборе и с помощью него сделайте свои первые шаги по созданию проектов Ардуино. Но на этом пока все. Все ссылки на товары из выпуска я оставлю в описании. Если у вас есть какая-нибудь интересная информация по товарам из выпуска, пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайк, если хотите еще таких выпусков. И подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Тут выходят уроки Ардуино и другие радиолюбительские штучки. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.